Слава Украине! Доброе утро всем! Начинаем наш информационный день и начинаем его с просмотра, так сказать, американских новостей, просто общественного мнения, как американцы относятся к Московии, московитам. Подождите, а женщины московиты, это как будет, московитки или московии? Интересно. Ну, ваше мнение, кстати, на эту тему. Да, надо же их как-то называть. Так вот, давайте разберемся, как американцы относятся к этим людям. Людям, да. Так вот, число американцев, которые отрицательно относятся к московиткам и московитам, превысило 90%, извините меня. При этом 59% относятся к ним крайне отрицательно. То есть, более 90% относятся просто отрицательно, если брать всех вместе. То есть, очень отрицательно и просто отрицательно. А очень отрицательно относятся 59%. То есть, абсолютное большинство американцев к московии и ее жителям относятся вот таким вот образом. И это полностью заслуга Путина. В жизни такого никогда не было. Ни одного дня никогда такого не было, чтобы американцы так относились к населению вот этого вот сопоребриковой территории. Более того, значит, 56% считают, что война между Украиной и вот этими вот северо-восточными болотными территориями является серьезной угрозой интересам США. Это, кстати, интересный момент. Почему? Потому что вот Трамп и его компания считают, что американцы изоляционисты и им до лампочки то, что происходит за границей. В то же время, вот мы прекрасно видим, что такой опрос показывает, что нет, не так это. Американцы прекрасно понимают, что действия запребриковой цивилизации, если ее можно так назвать, крайне опасны в том числе и для Соединенных Штатов тоже. Я об этом тысячу раз говорил. Если сегодня дать Путину захватить все, что он хочет, он много чего хочет. Ну или после Путина там будет, то неважно, кто из них там. Вот это и все, если это Орда, она захватит все, что только можно, то тогда, естественно, Соединенным Штатам придется вступать в войну уже по-взрослому и тратить не 40 миллиардов долларов, как они там сейчас в Украину прислали, но будет в результате пускай 100 миллиардов, да, чтобы уже там погромить Россию полностью. Вот. А триллионы долларов на это придется тратить, открытое военное противостояние, плюс, конечно же, погибшие американские солдаты. А такое уже никому не нужно. И большинство американцев это очень хорошо понимают. То есть лучше гасить врага на расстоянии и лучше довести его до состояния нестояния чужими руками. Увы, ах, это вот с их точки зрения это так. И, собственно говоря, опрос это и показывает. Но в то же самое время очень интересный момент, что если год назад Россию считали как критическую угрозу в отношении Соединенных Штатов 59%, то в этом году только 51%. О чем это говорит? Вот. Еще раз. Как американцы считали год назад? 59% американцев считали Россию критической военной угрозой. То есть самой главной военной угрозой, которая только есть в отношении США. Сейчас 51%. Ну, за это можно только поблагодарить Украину. Потому что после того, как Украина повозила мордой по наждачной бумаге вот всю российскую армию, показалось, собственно говоря, что над российской армией можно и смеяться в определенной ситуации. И она... Ну, вы сами видите, что такое российская армия. Это просто скопище бездарных идиотов, которые руководят еще более бездарными чмобиками. Ну, у которых есть автоматы и старые танки. Об этом я еще расскажу, что они там сейчас восстанавливают на заводах. Это цирк, ребята. Это цирк. Чем они собираются дальше воевать. Вот. То есть мы прекрасно видим, что американская нация понимает, что российская военная угроза несколько все-таки преувеличена, учитывая криворукость россиян, их любовь к алкоголю, их неспособность вести современные боевые действия. Поэтому до сих пор более половины американцев их считают критической военной угрозой. Но в то же время количество американцев, которые считают их действительно критической военной угрозой и так устрашенными для Соединенных Штатов, снизилось просто банально, потому что они видят, что такое российская армия в Украине. И, собственно говоря, поменяли за это время свое мнение. Еще одно интересное наблюдение, что Россия, или как она там сейчас называется уже, Московия, она вошла в четверку, смотрите, она вошла в буквально раз, два, три, да, в четверку стран, резко отрицательное отношение к которым высказывает более 90% американцев. Среди таких стран Иран, Ирак и Северная Корея. То есть это, и вот теперь еще, вот, Московская это федерация, соответственно, фашистская. Хорошая компания, как вы считаете? Кстати, Ирак, я считаю, здесь незаслуженно. Американцы просто не очень разбираются, они, видимо, не очень делают разницу. Но насчет бывшей России они очень хорошо разбираются. Так вот, хорошая компания. Такая компания была только у Гитлера в свое время, больше ни у кого. Делайте вы, слава Украине. Продолжение следует...